Как еще можно регулировать внутриклеточное событие? Есть схема регуляции, которая находится без всяких двухокрецепторов. Берем такую модель. Вот у нас есть некоторый фермен, который в активном состоянии. Ну, понятно, что это на самом деле там клубок сложной формы и так далее. На самом деле, ну, у нас такое, да? Я вообще нарисую форму молитвы. Вот его активный цикл. Допустим, это разлагающий фермен. Работает он с вот такими молекулами. Есть такая молекула, попадая вот сюда, в разлагающий центр. Он ее вот так режет. Режет на два фермен. Как мы с вами разбирались, каждый разлагающий фермен не просто разрушает молекулу вещества, а разваливает ее на строго определенные два другие. Потому что это не случайные осколки. Это вещества совершенно задумываются. Как только реакция прошла, осколки улетели, освободили место для того, чтобы выжить молекулы. Отлично. И берем случай, когда клетка активно использует вот эти продукты в своих делах. Ну, нужны ли эти вещества, либо она строит там что-то для себя, либо клетка железы, которая не для себя, для организма что-то строит, либо энергетическое сырье, вот нужда, например. Вот здесь где-то находится зона потребления. Вот здесь эти вещества создаются, здесь потребляются. Скажите, пожалуйста, какой физический процесс тут же начнется? Вот у вас зона построения осколков. Диффузия. Диффузия. А куда? А зона синтеза, зона потребления. Ясно, что у вас все эти осколки поедут сюда. Почему? Здесь концентрация падает. Это вещество используется для каких-то химических реакций. Итак, все эти осколки у нас за счет диффузии сюда смещаются, здесь клетка используется. Хорошо, а теперь клетка заканчивает этот процесс. Вот она уже сварила столько каши, сколько ей надо. Пора сказать, кашочек не варит. Если этот процесс закрылся, мы перестали использовать осколки. У вас вот это направление диффузии сохранится или нет? Нет. У нас здесь концентрация очень быстро уравняется. Согласны? В результате, что произойдет с концентрацией продукта в районе работающего фермента? Уменьшится. Уменьшится? Уменьшится. Уменьшится. До остановки вот этого процесса у вас произведенное вещество уходило в сторону участка потребления. Как только потреблять перестали, у вас здесь начинает расти концентрация. Отсюда никто никуда не уходит. А теперь, с этой стороны на ферменте, очень грубо говоря, есть дополнительный активный центр. Вот он. И он может присоединить как раз вот такой осколок. Пока концентрация осколков вокруг фермента не далека, с какой вероятностью произойдет вот это присоединение? Хорошо. С небольшой вероятностью. Когда концентрация осколков в районе работающего маёкова возрастает, что с вероятностью присоединения? Увеличивается. Увеличивается. Вот это активная химическая вещь, что взаимодействие с ферментом. К чему приведет? Изменение конформации. К изменению конформации. Конформация изменилась. Что сделает экспермент? Перестанет. Выключился. Он изменил конформацию. Из вот такого состояния. Просто форма губка изменилась. И он из вот такого состояния уехал вот в такое состояние. Вот здесь из него торфит осколок. Вот в такой форме он может потратилизировать этот вариант? Нет, не может. А если от осколок выдвинуть, что произойдет? Обратный переход конформации. Фермент включится? Включится. Восстановили форму активного центра, восстановили структуру молекулы. Процесс опять поехал. В результате, смотри, что получается. Чем в данном случае обслабливается включение или выключение терминта? Я сразу же где-то, значит, включается. Да. Такой механизм. Ну, мы с вами определение этого процесса не писали. Значит, катализ – это ускорение реакции. Обратный процесс. Замедление реакции. Называется ингибиция. Ингибиция. Вещества, которые замедляют ход данной реакции, называются ингибиторами. Скажи, пожалуйста, в данном случае, что является ингибитором, интересующей нас реакцией? Что, самосколог? Осколок. Осколок. То есть, конечный продукт самой реакции. Такой механизм эволюционный будет называться ингибиция конечным продуктом. Ингибиция конечным продуктом реакция. То есть, пока этого вещества мало, процесс идет активно. Как только возникает избыток вещества, процесс включается. Когда процесс опять включится? Когда недостаток этого вещества возникнет. А почему возник недостаток? А его где-то потерпляют. То есть, оно стало нужно. Так что, как видите, хорошо. А вот в этой модели какой-нибудь гаишник нужен? Нет. Гаишник, биополио, Дух Святой. Ничего подобного с ингибитором взаимодействием. Ингибиция. Ингибиция – это замедление, замедление, скорость или уменьшение, можно сказать, скорости химического процесса. Вот этот механизм регуляции активности фермента. Ингибиция продуктом реакции. Кто уступает, конечно, ингибитором? Осколк. Осколк – это продукт данной реакции. То есть, ингибиция собственным результатом. Впервые, схожая данной структуркой, ну, правда, господа, надеюсь, вы понимаете, что я вам даю крайне упрощенную схему. Реальные геологические процессы, конечно, как раз не сложные. Впервые вот такой вот процесс, когда сам ход реакции будет вызывать ее торможение, а замедление реакции потом будет вызывать ее ускорение. Впервые это было однозначно двумя исследователями, одного из которых называли ЖАПОП, а второго МАНО, на работе одного из любимых объектов микробиологов. Это бактерия, которая в норме живет в пищеварительной системе любого человека. Называется она кишечная палочка, из щелечья коля. Коль в состав нормальной микрофлоры. Ну, правда, если организм теряет контроль над ее размножением, то может вызывать самая разная неприятность. Так вот, в норме кишечная палочка не выделяет фермента, позволяющего работать с сахаром молока. Молочный сахар называется лактол. Это один из углеводов, который содержится в молоке. Ну, нет у бактерии такого фермента, если взять обычную бактерию, посмотреть, выделить, как реангулируют все ферменты, нет у него лактоза. А это значит, может такая бактерия использовать лактозу. Так может и нет. Нет. Если нет фермента, регулирующего данную реакцию, данный процесс в клетке просто не идет. или не влияет на жидкий клеток. Отлично. Фокус в том, что если взять бактерии, поселить питательную среду, в которой много лактоза, а через некоторое время взять пробу, смотреть бактерии, оказывается, что все они синтезируют лактазу и активно используют этот сахар. Отлично. Взяли бактерии, принесли в ту среду, в которой нет лактоза. Двыстрее, сколько дней проверяем бактерии. Нет у них фермента, который расщепляет лактозу. А это что значит? Это значит, что ген, который этот фермент, по программе которого этот фермент синтезируется, включается только в каком случае? В нормальном состоянии, если бактерия... Если данный ресурс, данное питательное вещество есть в окружающей среде, если оно есть, ген включается, начинается синтез фермента, который позволяет использовать этот ресурс. Хорошо, исчезло, блокируется, ставится блокировочка, нечего зря тратить стройматериал и энергию на синтез бессмысленного фермента. Ему все равно не с кем работать. Идея понятна? Правда, схемия регуляции Жакоба-Манно, модель, которую они предложили, получила название Аперон. Апероны, как управляющие единицы, известны только у бактерий. У Айвокариот, насколько я знаю, Аперонов не найден. У нас были дочерявые способы регуляции. Но даже Апероны... Ну, давайте попробуем. Просто для того, чтобы вы хотя бы примерно представили уровень сложности процесса. Вот такую простую регуляцию, когда прямо непосредственно вот эту молеку и является регулятором вот здесь. Ну, а неизвестно, но это очень редко. Как правило, система будет иметь несколько пересадочных пунктов регуляции. И в этом очень глубокий смысл. Очень глубокий смысл. Как положено, у вас все процессы в предке идут независимо друг от друга или должны быть взаимосвязаны? Взаимосвязаны. Совершенно с необходимостью взаимосвязаны. Если каждый из них регулируется сам по себе. Легко ли их взаимосвязать? И очень сложно. Очень сложно. Исключительно сложно. Часто просто невозможно. Поэтому, если есть задачка взаимосвязать регуляцию многих процессов, их нельзя регулировать непосредственно. Вот так. Надо ставить пересадочные станции регуляции, общие для разных линий. И вот в этом случае можно уже ловить взаимосвязанность. Смотрим, как работает. Ну, я вам даже даже вот упрощу схему оператора. Грубо говоря, вот в СОВДНК. Вот промоутер лактазного гена. Вот на этом участке, давайте мы его синеньким выделим, вот здесь записана программа. Если эту программу на репосуме прочесть, редко построят лактазу. То есть фермент, который позволяет это всякую способность. Но в норме программа заперта. На ней вот так вот к промоутеру присоединился белок, который называется репрессор. Репрессор. Пока белок здесь сидит, читающая система не может присоединиться к промоутеру и не может прочесть этот ген. Но если репрессор это белок, должен ли быть где-то ген, на котором записано, как синтезировать репрессор? Да, конечно. Вот этот ген будет называться оператор. Вот здесь сидит ген оператор. На нем записано, как синтезировать репрессор. То есть если мы читаем оператор, вот его губя ушла на репосуму, здесь какой пилочек будет построен? Репрессор. И он запрет структурный ген, который синтезирует лаптер. Отлично. А теперь оператор на самом деле может запираться. Докадаетесь чем? Который? Репрессор? Что? Репрессор? Репрессор? Нет. Сыски? Да. Чем заберечь чтение вот этого гена? Если мы этот ген заперли, то репрессор у нас продолжает синтезируться или нет? Нет. Нет. Чем можно заберечь чтение этого гена? Другим репрессором. Если у лаптозы появилась бактерия, по какому сценарию будут заявлены события? Заперли чтение этого гена. Новая порция белка репрессора не синтезирована. Почему ген? А этот белок не очень устойчивый. Некоторое время он поддерживает свою информацию, а потом просто начинает разваливаться. Развалившийся такой замок будет здесь держаться или нет? Нет. Он улетел. Как только он улетел, этот ген может не считаться. Читалось. Этот ген считается. И система начинает строить фермент, который будет переваривать что? Вот это. Если появилась эта вещь, вот она, то включается производство фермента, позволяющего это вещество изгонить. Хорошо. А как только концентрация лаптоза в прядке упадет, что происходит? Вот отсюда репрессора. К минимуму оказывается забирать оператора. Так. Оператор открылся. Что с того синтезируется? При прочтении оператора какое вещь с того синтезируется? Репрессор. Репрессор. Как будет синтезирована новая порция репрессора, что с вот этим структурным геном? Его рапплодис. Да. Будет синтезироваться белок, позволяющий работать с лаптозами. Нет, не будет. Когда в очередной раз включится прочтение структурного генера. Какой вопрос появится? Идея понятна? Опять. На самом деле, та схема, которую предложил Жакупа и Маму, несколько отличается. Я вам ее видоизменил. Для того, чтобы проще было понять взаимосвязь. Здесь, вот на том примере, который я на доске изобразил, очевидно, вот они, простые взаимосвязки. Как вы видите, для регуляции ферментативной активности клеток не надо придумывать никаких лишних реалий. На самом деле, это авторегулирующиеся процессы, которые сводимы к самой обычной химии, к самой обычной физике. Никакие магнетические воздействия, биополя, память воды, переберетять пружин. Так, всего этого не надо. Все это придумывают люди, которым рень разбираться в их устройстве, окружающем мире. Которые просто вломак разбираются со всякими там физическими законами. Кому это надо? Ну, кому это надо? Какие-то там представления о решении из магических уравнений. Представления о свойствах атомов. Кто эти атомы видел? Атомы в универсале не путешь. Атомы на торги не выставишь. К чему это все надо? Намного проще сказать, что это магическое свойство воды. Ура! У воды есть память. Подержали волшебный предметик в воде, он зарядил воду энергией, и после этого, если я выпил эту воду, я сам жутко зарядился. Мне всегда очень хочется предложить этим людям заряжаться иным способом. Взять, снять защитную крышку с розетки и засунуть его по пальцам. Ну, надежнейшим образом зарядитесь.